Важные новости из Канады и Германии о новых требованиях, смягчениях и новом законе о гражданстве. В то время как Германия рассматривает, как улучшить жизнь студентов, Канада вводит дополнительные требования. С 22 января 2024 года заявители на студенческие визы в Канаду должны предоставить особое подтверждающее письмо. Название ему это Station Letter, не путать с приглашением, из провинции, в которой они планируют учиться. Все бы ничего, но как это письмо выглядит, никто пока не знает. Этот документ еще только в разработке. Каждая провинция Канады разрабатывает свой процесс получения подтверждающего письма. Ожидается, что эти процессы будут внедрены к 31 марта 2024 года. Министерство гражданства и иммиграции Канады обещает опубликовать обновление на официальном сайте по мере поступления информации. То есть как бы информация есть, но ее как бы нет. Любая заявка, поданная на студенческую визу в Канаду после 22 января, без подтверждающего письма, будет отклонена. Новое правило не коснется следующих категорий. Несовершеннолетний ребенок, подающий заявление на обучение в начальной или средней школе от детского сада до 12 класса. Студенты, подающие на визу для обучения в магистратуре, аспирантуре или докторантуре. Студенты, продлевающие свой студенческий ВНЖ на территории Канады. Если честно, вся наша команда в шоке. Получается, на студенческую визу нельзя подать без документа, которого еще не существует. Многое мы повидали на своем веку, но это, конечно, ребятки, уже перебор. Мы постоянно следим за обновлениями и будем держать вас в курсе. Не забудьте подписаться. А вот Германия приняла решение изменить правила получения гражданства. Теперь процесс станет гораздо проще и быстрее. Молодцы немцы. Первым пунктом идет сокращение срока. Теперь гражданство можно получить уже после трех лет проживания в Германии. Супер! При успешной интеграции знания немецкого и участии в волонтерской деятельности этот срок сокращается с пяти лет. На второй строчке двойное гражданство теперь нет необходимости отказываться от другого гражданства. Это облегчит множество формальностей. Третья строчка. Самообеспечение. Важное нововведение. Гражданство предоставляется лишь тем, кто может подтвердить свою самообеспеченность, а не находиться на социальной поддержке. Отказ антисемитам. Гражданство будет отказано тем, кто исповедует антисемитские взгляды. Теперь закон ожидает финального одобрения и подписи президента. Это простая формальность, поэтому ожидается, что уже в апреле-майе новые правила могут быть введены в действие.